Меня зовут Даша, мне 17 лет. Моя мама Климова Инна Андреевна. У нее болезнь двигательного нейрона с 2018 года. Моей маме 35 лет и уже 6 год она болеет неизлечимым заболеванием. Когда все случилось? В 2018 году маме поставили диагноз боковой амитрофический склероз. Мамы постепенно начали отказывать ноги, мышцы. Сначала она ходила с хампунками, потом она села в инвалидную коляску. За последний год произошло такое изменение. Мне сделали операцию на позвоночник. У меня был сколиоз 4 степени и в мае 2023 года меня прооперировали. После этого мне нельзя поднимать тяжести, мне нужно восстанавливаться. Сейчас я нахожусь в академическом отпуске из-за этого. Мы с бабушкой стараемся за мамой ухаживать как можем. Я тоже помогаю как могу. Как-то тоже питание то же самое даю маме, чай и так далее. По моим возможностям я помогаю тоже маме. Но в основном бабушка ухаживает. Внучка моя сама ухаживала за своей мамой в течение нескольких лет. Потом она поступила в медицинский колледж. Ей надо было учиться. Я приехала сюда ухаживать за своей дочкой. Для меня было очень тяжело. Особенно первый год. Потому что я иной раз не понимала, что моя дочка говорит. Операция прошла тяжеловато. Было сложно. Меня выпустили через 2 недели после операции. Но потом мне было тяжело восстановиться, начать ходить, как обычные люди. У меня кружилась голова часто. Чуть ли не в обмороке падало. И как бы железо восстанавливало. Я рада, что операцию сделали, потому что до этого было сложнее. Мне не нравилась моя спина, в принципе, внешне. Мне не нравились боли постоянно. И сейчас, конечно, в этом плане попроще. Она даже давно мечтала о таком. Она просто маму очень любит. И хотела готовить маме что-нибудь вкусненькое. Цель, как что делать. Дочке надо было одно питание, внучке другое. Я готовила как бы на 2 человека разные блюда. Ну хорошо, вот это помогает питание, которое привезли вы. И внучка помогала мне кормить ее через вот эту трубочку. Если мечтать, то я бы хотела, чтобы через 10 лет мама была на ногах. Я там была успешным косметологом, как я мечтаю, отучиться и пойти работать. Спасибо большое доброму волшебнику и благотворителям за то, что вы нас поддерживаете. Ну я желаю своей семье здоровья. Чтобы у меня внучка была здорова и дочка была здорова. Эта ситуация научила меня быть взрослой, ответственной. Я рано повзрослела. С 13 лет ухаживаю за мамой. Ну, я могу сделать выводы, что нужно ценить своих родителей. Быть с ними, пока есть возможность. Я тебя очень сильно люблю.